Все, тревога закончилась, но страху нагнали. Полные штаны. Так это всегда волнительно. Наверное, к этому невозможно привыкнуть, ребята, никогда. Я вчера говорила, что скорая стояла возле моих соседей. Не знаю, никто ничего не говорил нам, но дело в том, что висит на дверях, на воротах висит косыночка, и дверь открыта. Значит, кто-то умер. Ну, там был мужчина, но он еще не старый, ему где-то 60. Он был парализованный, правда, ну как, после инсульта. Он ходил, сидел там. В общем, не дожил мужчина до мира. Там еще у них сложная история. Они дом потеряли. Банк за кредиты забрал. То есть китаются люди по этим, по квартирам. Как-то вроде свой бизнес прогорел. Ну, это не секрет, она мне, это, она, я малознакомый человек, она мне рассказывала, так делилась. Это те, что взять, они неплохие вот эти вот люди. Ну, вот, взять, который угрожал ихний. Вот, ну, никто у мамы не попросил прощения. Осадок до сих пор. Конечно же, царство небесное очень обидно и жалко. Мужчина крепкий, высокий такой, большой мужчина. Где-то около 63, ну, до 65, не больше. У него такая была вяжущая речь. Ну, в общем, вам оно, друзья, конечно, не надо. Ну, вот, мне писали вчера по поводу, хорошо знают мой рыбальск, где я проживаю. Как здесь птицы поют, на мосту, какой пляж, какой магазин, какие душевные люди. Все так же самое, птички пели вот весной, когда война началась, все равно пели, и бассейн мы ставили. И людей было сначала поменьше, потом люди возвращались. Извините, посматриваю на дорогу, я хоть и стою вот из своих ворот, но вы же понимаете, что люди разные. Могут просто переехать. То есть, сначала вернулись, потом опять поезжали. В общем, я здесь живу, живу, живем, нет, живем, живем. Соседи нет. Я даже губы не накрасила. Нет желания. Ладно, поеду снова возле Будивела, потому что моя принцесса Королевна сейчас будет опять возмущаться. Что, видите ли, я стою в грязи. А как я буду? Дети наше все. Я решила сегодня вечером, ну, во второй половине дня, когда домой приеду, пирожки. Как говорят, у нас с потрепкою. Но у меня будет не с потрепкою, а с кортоплею и с легкими. Легкие я уже отварила. И котам, и нам. О, ребята, вот это так, честно говоря, люблю я эту требуху, но уже, честно говоря, сейчас, надоело. Я бы красненькой рыбки скушала. Правда. Огурчик, балычок. Очень хочется, знаете чего? Вкусного твердого сыра. Не, ну я могу себе позволить купить за 100 гривен кусочек? Ну так а шо это на один зуб? Ой, боже мой, боже мой. Собаки такие здесь. Здесь такие собаки гуляют. Ой, эти такие маленькие, такие трогательные. Ой, боже мой. Она солнечная. Еду в Атыбе. Так, девочки, что я у вас хотела спросить? Я еду по свободной дороге, совершенно никому не мешаю, имя никто не мешает. Могу у вас спросить. В общем, меня интересует, какой бы вам контент с моей стороны зашел бы лучше? Смотрите, у меня канал, все вы понимаете, да, все, что окружает женщину. Это примерка, готовка, разговоры по душам, личные темы. Ну, не совсем, но иногда рассказываю, да. Что бы вам больше хотелось видеть и слышать на моем канале? Разговоры по душам, влоговые каналы там, где я с семьей, или больше примерок. Ну, хочу предупредить, да, кто знает меня. Я по бутикам не хожу, я хожу по секонд-хендам. Стараюсь найти. Не брендовые, но то, что мне нравится. Живу душой, живу сердцем. Дружу только с теми, кому душа лежит, где химия, где интеллект, где мозги. Вообще, мои хорошие, пожалуйста, ответьте. Я обращаюсь к тем подписчикам, подписчикам, которые смотрят меня на постоянной основе, которым я интересна. Я знаю, что и многим из вас нравится сад-огород, потому что возрастная категория у нас, девочки, какая? Сад-огород. Но мы не лишены любви, чувства, да, красоты. Как бы это было бы не громко сказано с моих уст, но и моды. Пускай это будет, может быть, немножечко и смешно. Танцы, шманцы, театры. В общем, жду, мои хорошие. Кто любит мои болталки? История жизни. А мужчина? В общем, пожалуйста, напишите свои пожелания. Потому что я богата душой, да? Но иногда отдачи от вас нет в том плане, что к сожалению, вы отзываетесь только, когда много негатива. Давайте напишите мне, когда все хорошо. И у вас. И у меня. Что вас интересует? Побеседуем. Хорошо договорились? Что она топила так в машине? Прям актрису включила. А мой, расскажите, да покажите. Да-да, жду-жду. Я, конечно, не буду показывать. Я буду сегодня делать пирожочки во фритюре с картошечкой и с этим, как его, вот так вот легкие в блендере смолола с перчиком. Знаете, может, действительно, там вот не у всех, но есть такие люди, но которые надо объяснять. Нателла, что ты так много снимаешь видео в день, по два, по три, и в шорт. Вы, дорогие, я хотела сказать, потому что, ну, мало таких вопросов, но возникают. Ну, я завоевываю публику всеми способами. Хочу, чтобы ко мне заходили. Я хочу, чтобы канал рос. Вот таким способом я зарабатываю себе просмотры, зарабатываю себе рейтинг, потому что эта площадка в Ютубе, ее очень тяжело завоевать. Без рекламы, без раскрутки здесь очень тяжело. Пускай я буду сто раз классная, офигенная, позитивная, там всем нравится, но это же не кнопка телевизора. Необходимо, чтобы кто-то меня увидел или узнал, необходима реклама. Так что, кому я не безразлична, даже хитро, мне безразлично, я об этом знаю. Пожалуйста, делитесь. Я раньше стеснялась, сейчас не стесняюсь. Делитесь этим видео, рекомендуйте. Вам же это ничего не стоит и совершенно не тяжело. Я знаю, что многие отказываются от рекламы, вы смотрите видео без рекламы. Это ничего страшного. Мне самое главное, чтобы люди были живые люди, не боты, не там какие-то купленные подписчики, а вот живые люди, вот вы, которые меня сейчас смотрите. Вы даже не представляете, как я своих подписчиков очень тяжело зарабатываю. И вообще даже оставить кровью и потом. И вот вы знаете, сегодня была тревога, я вот понервничала, не знаю, будет вам видно, не видно, и меня немного посыпала вот здесь, где грудь и вся спина. Скорее всего, на нервные почвы. И кто теперь, девочки, мои постоянные зрительницы. Помните, я делала арбузики летом, мариновала, вот так вот резала, консервировала по принципу помидор. Вот как помидоры мы делаем, у каждого есть свой лицо, рецепт маринованных помидор. Да, допустим, у меня свой рецепт. И вот я так делала, люди. К большому сожалению, Люда моя их, нет, ну как, к моей радости, что моя дочка их очень любит. А когда она бадун поймала, так она бутылек съела. Рассол помог вообще. И что я хочу сказать. При каждом привкусе придает настроение, освежает, такую искринку дает, они резкие, малосольные, кисло-сладенькие, вообще, как будто бы тарелку борща съеб. Чесно, число. Вот это все. Что осталось? Это уже, я думаю, какие арбузы были дорогие. Сами знаете. По чем? По 50 гривен килограмм, по 40, по 60 гривен килограмм. Я на машине ездила, покупала битые, лопнувшие, по 20, по 25. И таким способом консервировала их. Дуже смачно. А вчера пробежала по озерке и посмотрела, по чем, вот эти, знаете, соленые арбузики, которые в бочках. Ну, вы дорогие, кто по большим рынкам, рынкам, кто по большим рынкам, рын, рынкам. Кто бывает на больших рынках? О! Все вы знаете, там есть, вот соление. И там всегда маринованные яблочки, маринованные арбузики, морковка по-корейски. И что вы хотите, девочки? Вернее, что я хочу. Нет, и как вы думаете, девочки, что-то я так волнуюсь. У меня какая-то вот энергия от вас идет, правда, я волнуюсь. Не знаю, почему. Раньше в бочках продавали эти маринованные яблоки, желтые, большие, арбузики вот эти вот классные тоже. Торговля шла. Цена была не дешевая, но люди разбирали. Нет, девочки, нет. У нас же все были арбузики с Херсона, а у нас в Днепропетровской области, в Днепре, маленькие туманы. Туманы. Туманы очень хорошо для соления, потому что они просаливаются. Но единственный у них недостаток, что они могут не сильно быть спелыми и могут быть зелеными. И при разрезе на выходе ты получаешь совсем не то. Ну, а так я делаю, чтобы видеть, что получилось. Вот, ой, смотри, рассол. Вот это я так с миски. Ой, класс, ой. Вот, девчатка, вот, правда, ела бы ела. Ела бы ела. Ладно, картошка моя варится, тесто мое классическое. Кто там, боже мой? Кто там? У меня же там машина на улице стоит. Никого, просто девочки. Просто девочки. Тесто возле батареи стоит. Тесто обыкновенное, классическое. Да, да, классическое тесто, да. Темно, экономлю, не везде включаю свет. Не везде. Ну, девочки, наконец-то я научилась работать сухими дрожжами. Тесто делаю вольное, вольное, специально, чтобы пирожки были во фритюре, чтобы мука не горела на... Видите, лепнет. Сейчас ручки смажу и буду делать. Ну, я же сто раз показывала, просто я радуюсь, что, наконец-то у меня получается, что можно купить сухие дрожжи впрок, чтобы захотела, раз и сделала. Ну, что, я очень довольна. Опять пузырчатые, опять поливаю, девочки. Еще нежнее получили, чем в прошлый раз. Просто, ну, замечательные, должна вам сказать. Замечательные. Аж заморилась. Вот так для канала. Как напробуешься. Потом, откуда листет, да, все. Вот так надо, для аватарки. А чего вот открыть, не надо? И щечки розовые. Нет, пирожковая тетя. Фух. Так, сейчас я возьму. Видите. Вот, да, что там говорить? Что там вообще балакать? Что там балакать, девчатка? Это вот так вот есть, пританцовая. мокрая. Мокрая. Мягкая. Наверное, постоянных зрителей задолбала пирожками. Девочки, пейте пирожки сами, своими руками. От своих пирожков вы не поправитесь. Никогда. Мои дорогие подписчики, я еще раз хочу всех поблагодарить, кто поддержал наш канал, кто пришел, кто подписался, кто заинтересовался и остался, прям говорю, в ритм, в рифму. А моим дружочкам и подружечкам, которые на постоянной основе смотрят мой канал, девочки, пишите, какие бы темы, чтоб я почаще поднимала. Это мне необходимо знать. Я вот делала опрос, с какой страны вы мне пишете. Теперь мне интересно, какая тема вас интересует. Я вас целую, обнимаю. Всем всем хорошей, тихой, спокойной ночи. Мои хорошие друзья, с вами была Нателла.